Мама говорит, я болезненная была, тем более в Россию приехала или с эвакуацией, чуть не умерла вообще. А где вы в эвакуации были? А мы всю войну в Германии были. В смысле вас загнали туда? Нас сразу загнали. Ну пойдемте я расскажу. Давай сейчас быстренько приквачу, на пол диваня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А когда мы сюда приехали, здесь вообще ничего не было. Мы пришли, здесь один бурьян был. И вот здесь баня стояла, где моя баня сейчас стоит. Старый участок. Вот, на этот участок пришли? Нет, мой участок туда подальше. Дома сейчас стоит, с 47-го года. Ну, в 45-м приехали сюда, под осень. Почему мама под осень поехала сюда, зная о том, что... Ну, мама тянула сюда, что она... Мы не знали, что папа у нас жив. Вот. А папа знал, что мы живы. Потому что мама с каждым эшелоном начальнику поезда давала письма. Вот. И писала она всем. Вот. Родным писала, папиной сестры писала в Ленинград. Вот. Всем писала. В деревню здесь. Говорит, ну, кто-нибудь да есть живой. Естественно, да. Вот. И это самое... Папа знал, что мы все живы. А мы-то не знали. И нам начальник поезда говорил. Говорит, вы знаете, вот едешь, и говорит, одни танки, пушки на полях. Больше ничего. Домов нету, говорит. Только вот это все разбитое. Трубы стоят от деревень. Вот. Больше, говорит, куда вы едете, поживите. Вы живете, говорит, в квартире. Кормили нас. Там, не знаю, может быть, столовая. Вот больше моего участка была. Там вот столы стояли. Воинские части нас кормила. Мы приходили, нам давали. Сходились за столы, там, кушали. Вот. И миски обратно им отдавали. А вы же оказались на той части, которая потом ушла в ФРГ, правильно? То есть на южной более части. Я не знаю. Вот этого я не знаю. Потому что я не могу помнить... Раз вы говорите про горы, про этот рельеф, он, наверное, более западный. Западный. А гора у нас такая, она не очень высокая была. Ну вот, как бы вот... А может быть, Кассель, Франкфурт? Нет? Такие не познатились? Нет, вы знаете, эти города, я сейчас по этой... Как я учила, вот, я сейчас уже вот эти города помню. А уже в каком городе мы были, я не могу вспомнить. Потому что если американцы там бомбили, то очевидно... Ну, мы могли, нам сказали, куда хотите, нас очень звали итальянцы. Потому что мы с итальянцами жили. К ним жить? Да. Что поедемте. И наши русские говорили, куда хотите, туда поезжайте. И Дрезден, мы когда проезжали, вы знаете, там дышать невозможно было. Там вот дорога по краям, а в середине, видно, скверы были, и в середине между дорог у них были эти... бомбоубежища. И вот эти бомбоубежища, все дома вот так были. Вот каждый дом был разбомбивший. Как будто вот эти бомбы, вот так клали они специально. И бомбоубежище. Там такой был смрад, там такой запах был, дышать нечем было. Это как раз вот перед концом войны они и летали там. И эти, ну, взрослые-то говорили, говорят, о, американские самолеты летят. Откуда они знали, я не знаю. Вот. Так они даже не могли посчитать, сколько звеньев летит. Они какими-то, как это, а сколько их там летит, что мне знать, я не знаю. Мы приехали, сестра мамина жива, которая на станции Горох жила. В станции Горох только станция стояла. Ни одного дома не было. Они все жили, там вот магазин есть, может быть, знаете, магазин. возле станции Горох. Стоит. Сижения нет. Недалеко от железной дороги. Там переезд раньше был. И вот так идет песчаная дорога. Такая прямая дорога идет. Это и раньше там была дорога, только там была проселочная дорога и называлась она песчаная дорога. И вот на этой песчаной дороге там песок. Вот. В этом песке все поселковые жили. Вон. В бункерах. Я не знаю, или у немцев эти бункера были, или кто эти бункеры строил, я не знаю. Но мы когда приехали, там уже даже коров держали. В этих бункерах. Вдоль дороги. Да, вот по песчаной дороге. Вот. Не вдоль железной. Железная вот так идет, а эта вот так идет, как бы в лес она. Угу. Вот. И это самое... Мы приехали к тетке. Еще мама сына себе приобрела. Вася, когда вот это самое... Мы приехали в распределительный пункт. У нас Вася черненький был. Вот. И встретил Мишку этого. Тот адъютант там был у офицера. Вот. И что-то Мишке Васька понравился, а Ваське Мишка понравился. И они друг другу понравились и стали вместе... Он его устроил к офицеру-адъютантам. За пайком поделил. Так с ним познакомился. И мама жалко его. Говорит, ну что же у Мишки никого, родных нет. всех расстреляли. Куда он поедет теперь? Вот. Ну, мама взяла его с собой. Вот. Своих нас четверо, и он пятый. Приехали к тете Нине. Вот. А тете Нина говорит, а куда же я вас поселю? А у нее овечки были. А осенью приехали. послал он меня это самое пости овечек, а я этих овечек прокараулила. Мне девять лет. Десять лет было ухо. Вот. А был дождик. Я босиком побежала. Эта песчаная дорога, она вот так проходила там кругом. Как прокарулек угнал их? Они сами ушли в деревню. Вот. Я по этой песчаной дороге вот сюда у магазина она выходила эта песчаная дорога. Я там по болотиной босиком бежала этих овечек искала. Пригнала овечек и естественно я заболела. И крупотное воспаление двустороннее легкое. Дождик поливает. Бункер течет. Мама говорит, мы эти чашки везде подставляем. Тут там потекло, тут там потекло. А папа уже знал, что мы приехали. А папа в госпитале лежал. И папа вечером убежал в госпитале. Убежал и приехал сюда. А у меня 40 температур. Он в Шапке-Вахапке и меня в Ленинград. работал он от университета дворником был оформлен. Там его сестра работала. И так как он после ранения остался в Ленинграде в госпитале в Ленинграде уже много было. Его не отправили больше никуда. И он так всю войну и правдал в Ленинграде. И вот от университета он работал был оформлен дворником и жил там у сестры. жил. И вот он приехал сюда у меня 40 температур. Он меня шапки-Вахапки и в Равку заболил. А там меня не берут. Еще хорошо он мне сказал что мы с Германией приехали. Если бы он сказал что мы с Германией приехали меня бы ни за что не взяли. А я у него в паспорте вписанное. А даже в паспорт вписывали. детей. И мы с папой получали ленинградские карточки. Вот в больницу у Равку я отлежала и мне запретили в 45-м году идти в школу. Я пошла только в 40-х в пол. У меня уже 10 лет было. Это был первый класс сегодня? Первый класс. Идем в школу в Гатчино жили. Станция Маринбург в деревне Корпик. Это я уже прошу помню. Там собхоз был от университета. И мы с мамой возили молоко бетона в телячьих вагонах. Привезем бетоны. Нас встретят здесь. Пустые бетоны дадут. И мы обратно едем с пустыми бетонами. там в Маринбурге приезжали на лошади. Там от Маринбурга до Корпикова я не знаю. Ну может быть километра два-три не знаю сколько в году. И в школу ходили на километра полтора наверное или два. Вот Чернова идем. Поле колхоз это картофельное и там что-то строили немцы. А я так иду 10 лет уж я девочка большая была иду так воображая с портфелями и говорю вот он так а немцы так ой такой маленький ребенок и так говорит чисто я еще что-то им сказала по-немецки и один немец сразу ко мне подлетает ты где была вон откуда ты что все стала расспрашивать я ему рассказала он говорит а можно спроси у мамы можно я к вам приду вон я говорю спрошу а мама на ферме работала на этой и были жмыхи то мы жмыхи все время жрали нам учительница отнимала эти жмыхи не давала есть жмыхи это от семечек эти щебуха ой такие вкусные мы бывало на мальчишки пойдут наворуют нам этих жмыхов это черное вот это да вот они плитками были вот и это самое мы ходим и со всем а нас учительница все уговаривала дети ну пожалуйста не ешьте вы желудки себе испортите больные будете вот ну мы выжили за счет отрубей отрубей ели отрубей ну вот ребенок это нормально воровали воровали ели так что этот немец что этот немец что вам ну и немец это самое я пришла домой маме рассказала я говорю мам вот так и так немцы там работают я говорю фрицы работают я говорю мы в школу шли а это ну все рассказала я говорю он просил разрешения что можно ли прийти с тобой поговорить где мы были что мама говорит ну пускай приходят если ему разрешат они же под охраной работали не так пришел мама ему картошки дала еще что-то дала ему хлеб со трубей она пекла все время хлеба этого дала он такой рад был такой счастливый долго сидели говорили долго говорили он говорит как у вас дочка хорошо говорит на немецком языке даже без акцента вот а там даже по акценту могли определить где живешь ну так как вот у нас белорусы у белорусов понятно понятно у вас получился литературный немецкий язык и там тоже так же ну так у нас я сегодня до зари встану по широкому пройдусь болю что-то с памятью моей стало все что было не со мной помню пьют тождики по щекам палом для вселенной двадцать лет мало даже не был я знаком с парнем обещавшим я вернусь мама 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 мастер сезон мастер пахнет горечью молодые ветра Субтитры сделал DimaTorzok